Молодого человека, избившего несовершеннолетнюю в Азове, задержать такое указание отдал руководителю областного следкома Александр Бастрыкин. А накануне он поручил возбудить уголовное дело по этому факту, снятому камерой видеонаблюдения. 18-летний парень так ударил 14-летнюю девочку, что та упала и потеряла способность двигаться. Повисла на руках попытавшегося ее поднять нападавшего, как кукла, и после была госпитализирована. В следкоме отмечают, что нападавший раньше не раз применял насилие к местным жителям. Но даже после избиения девочки не был задержан. Медаль за отвагу вручил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Владимир Цымлянский Таганрожцу. Тимур одним из первых отправился в зону СВО, отслужив до этого семь лет по контракту. В ходе спецоперации командир танка проявил мужество и профессионализм. С экипажем уничтожил технику и личный состав противника, за что и удостоен боевой награды. Скоро Тимур подпишет новый контракт и отправится в зону боевых действий. Говорит, там многие люди меняются к лучшему. Страшно, конечно, но привыкаешь ко всему. Со временем страх притупливается чуть-чуть. По-другому уже смотришь на жизнь. Другие являются у тебя приоритетами в жизни. О улучшении качества питьевой воды говорили на рабочей встрече губернатор и министр ЖКХ. Министр доложил, в прошлом году по проекту «Чистая вода» улучшено качество водоснабжения в Батайске, Гукове, Красном Сулине, Новошахтинске, Донецке, Оксайском, Верхнедонском, Чертковском, Шолоховском районах. В Новошахтинске построены и реконструированы водочистные сооружения. Капитально отремонтировано 4 подземных водозабора, 66 километров сетей водоснабжения, приобретено 18 водонапорных башен. Помимо этого у нас есть перспективные проекты на 25-е и последующие годы. Так мы продолжаем заниматься реализацией, развитием системы Шахтинско-Донского водовода. Тут с магистральными сетями и насосными станциями уже отработали. Дальше строительство нового водозабора и очистных сооружений, что улучшит качество воды для полумиллиона человек. Это крупный проект, очень крупный, несколько десятков миллиардов рублей. И он имеет принципиальное значение, особенно для шахтерских территорий, откуда достаточно часто обращаются к нам люди с учетом состояния сетей, которые, к сожалению, во многих случаях уже срок службы их пройден, и износ очень высокий. Обсуждался и ход работ на других масштабных проектах. Так, например, в левобережной зоне Оксайского района строятся новый водовод длиной 52 километра и пять насосных станций. Губернатор поручил министру ЖКХ взять проекты улучшения качества питьевой воды на личный контроль. Как правильно выбрать куличи и творожные пасхи в магазине или приготовить самим, чтобы они не навредили здоровью, рассказали в Роспотребнадзоре. Обязательно нужно обратить внимание на вывеску хозяйствующего субъекта, как у нас любят говорить. То есть, если производитель продукции или магазин не скрывает, что он там своей фамилией, имя, отчество, индивидуальный предприниматель или наименование ее лица, это говорит о том, что он очень добросовестно относится к той продукции, которую он реализовывал. Можно смело ее покупать. К ингредиентам тоже есть определенные требования. Поскольку даже мука, казалось бы, такой простой продукт, не скоропортящийся, а с истекшим сроком годности она может и горечь вызывать, может запах плесени. Нужно на это обратить внимание. И особое внимание скоропортящимся продуктам – творогу и яйцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова